МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самой старой постройкой на Монастырской площади считается алтарная пристройка Успенского собора. Но, к сожалению, до наших дней она не сохранилась. Из уцелевших объектов самыми древними можно назвать угловые башни с западной стороны, построенные в 1756 году. Причем не строение целиком, а только их первый этаж. В те времена монастырь с запада ограждала каменная стена, а по ее бокам стояли квадратные в сечении башни. В конце XVIII века, когда стали строить колокольню, построили вот эти два здания новых. Ну, как, ну, да, тогда они были новые. То есть разобрали стену и построили эти здания. А чтобы башня не выглядела ниже, чем здание, которое она как бы вот флангирует, то, значит, там сделали вот эти вторые, цилиндрические уже этажи. Вот цилиндрические этажи более новые. Они были построены, ну, в конце XVIII века, там, в 80-е годы. А вот эти первые этажи, квадратные в сечении, вот это самое старое, сохранившееся в 1756 год. Архитектурный облик Саровской пустыни формировался на всем протяжении ее существования. Каждое здание монастырской площади обладает своей уникальной историей. Здание монастырской трапезны появилось в XVIII веке. Раньше здесь была городская библиотека. Затем книжный фонд перекочевал в здание библиотеки Маяковского на Амира. Она тоже, кажется, менялась часто и перестраивалась. То есть сначала она была, вот то, что выходит на монастырскую площадь, это XVIII век. А вот, скажем, если мы с той стороны посмотрим, там вот уже пристроено XIX века помещение. Так называемый круглый зал, большая трапезная. Ну, вот, как бы старожилы помнят, что эти все здания принадлежали драматическому театру нашему. Вообще вся вот эта вот южная сторона, она практически принадлежала театру. И вот здесь находился, да, буфет. Здание, напротив, называли Царским дворцом с 1903 года. Ранее это была келья настоятеля Саровского монастыря. Как только стало известно о визите императора и его семьи, начали подготовку. Важный ее этап – выбрать лучшее помещение для отдыха досточтимых гостей. Самым достойным сочли будущий Царский дворец. Потом, кстати говоря, настоятель не вернулся уже в свою квартиру, потому что вот здесь такой, сделали такой мемориальный музей, визита государя-императора. Потом, в советское время здесь долго была детская библиотека. Сейчас это место называется духовно-научный центр. Многие двухэтажные здания были монашескими кельями. Здание, расположенное между трапезной и храмом Серафима Саровского, в монастырские времена называли архиерейским домом. Построили его в 1780 году. Здесь останавливались владыки с инспекцией, либо простыми визитами. Первый камень в основании колокольни заложен 22 июня 1789 года. Выполнена она в четыре яруса. Первый – высокий арочный проем. На втором ярусе находилась восстановленная надворотная церковь. Третьи и четвертые ярусы были отведены под колокола. В советские времена колокольня могла и не пережить. Поначалу, да, было такое мнение, что колокольня издалека видна. Это прекрасный ориентир для шпионов, для самолетов, для чего-то еще. Но потом время прошло, и уже роль ориентира не так велика стала, видимо. Ну, и вот молва приписывает Борису Глебовичу Музрукову. Вот это вот спасение колокольня. Первоначально все строения и храмы были деревянными. Все храмы были построены по центральной оси в одну линию. Причем колокольня с храмом во имя архистратига Михаила почти вплотную примыкала к алтарю храма живоносного источника. Когда в 1770 году начали возводить новый Успенский собор, то пришлось разобрать алтарь Михайловской церкви. Первой каменной постройкой был Успенский собор. Точнее, в первоначальном варианте он был небольшой, потом его увеличили. Ну, понятно, что это сейчас новодел, некий муляж, но вот, по крайней мере, он на старом месте, и он точно воспроизводит свой вид конца XVIII века. В период расцвета в Саровской пустыне было семь храмов. Успенский собор, Зимняя церковь, честь иконы Божией Матери, живоносный источник. Храм Иоанна Притечен над источником. Пещерная церковь преподобных Антония и Феодосия Печерских. Надвратный храм во имя святого Николая Мерликийского под колокольней. Мы прошли, были у одного собора, у другого собора. Ну, вот здания вокруг, они в основном жилые. То есть здесь были монастырские кельи. Но они тоже не всегда так выглядели. Поначалу были деревянные, потом с каменными были построены первые этажи. Потом, когда, ну, видимо, как бы по мере того, как появлялись у монастыря средства, значит, первые этажи настраивались вторыми каменными этажами. Этот процесс продолжался, ну, вот, всю вторую половину XVIII и самое начало XIX века. И вот я говорю, где-то в первые годы XIX века монастырь стал полностью каменным. Башни на восточной стороне площади появились значительно позднее западных. Возвели их, вероятно, для соблюдения архитектурного ансамбля. Часть стены рядом с башнями восстановили также сравнительно недавно. В сороковые годы половину стены снесли. Если сейчас мы посмотрим изнутри на восточную сторону, то вот правая половина, она настоящая, а левая половина восстановленная. Ну, вот, если их покрасить одной краской, то вот, значит, мы уже не отличим. Хотя понятно, что уже тут немножко нарушено. Ну, тут уже вставлены стеклопакеты вместо там деревянных рам. Ну, это, я не знаю, это, наверное, уже неизбежно. Монастырская площадь – современное название. Если заглянуть в прошлое, много веков назад здесь было городище – остатки древнего укрепленного поселения. Как выяснилось в ходе археологических раскопок, население относилось к XII середине XIII века. Это был город, построенный Мордвой. Исследователи склоняются к мысли, что это был некий политический, культурный и экономический центр. Страна и народ были бесписьменны. И мы не знаем ни, как он назывался, в общем-то, ни сколько здесь было жителей. Ну, как бы, есть предположение, что руководил этим территориальным государственным образованием человек по имени Пургас. И вот все, что мы знаем. Этот Пургас попал в русские летописи, и поэтому вот мы о нем знаем. В конце XIV века это место опустело и носило название Старого городища. Первый саровский поселенец – пустыножитель монах Феодосий, поселившийся на Старом городище около 1664 года, рассказывал жителям окрестных сел о наблюдаемых им чудесах, о колокольном звоне из-под земли, об исходившем от горы, необыкновенном сиянии. С монахов начинается, можно сказать, такая непрерывная, более-менее известная история этого места, которую можно протянуть от конца XVII века до наших дней. Прошло еще несколько десятилетий, прежде чем на это место пришел будущий основатель Саровской пустыни – Иван Федорович Попов. В 1691 году Иоанн возобновил здесь монашеское поселение. 16 июня 1706 года в Сарове была освящена первая деревянная церковь во имя Пресвятой Богородицы, живоносного ее источника. Этот день считается датой открытия Саровской пустыни. Вот это вот, где мы с вами находимся, это зародыш, ядро нашего города. То есть отсюда он пошел. Здесь поселился человек, который там через несколько лет будет основателем Саровского монастыря. И он основал здесь поселение, с которого ведется вообще отчет, отчет годов Сарова, 1691 год. И как бы вот до середины 20 века здесь как бы вот кипела главная жизнь, все события тут происходили главные. В советские годы площадь стала живой артерией города. Телецентр, библиотеки, школа искусств, больницы, в храме Серафима Саровского практически одновременно с созданием секретного объекта в 1946 году организует театр. На месте снесенных храмов появился сквер Горького. В 2000-х годах монастырь начали восстанавливать. Театр, школа искусств, библиотека, административные здания и поликлиника ушли с площади. Затем перекрыли и проезд транспорта. Площадь стала обособленным миром, тихим и порой даже пустынным. А вот сейчас мы с вами видим, что здесь вообще пусто. Мы пришли сюда. Большая, огромная территория. Красиво здесь, да. Все по-другому, а людей нет. Почти. В период восстановления монастыря они стихали споры между сторонниками возрождения исторического наследия и теми, кто с горечью расставался с привычным общественным пространством. И если страхи вторых отчасти оправдались, это можно исправить. Современные церковные власти, они работают, как мне кажется, на будущее города. То есть так должно быть не всегда, и так, я уверен, будет не всегда. Сюда еще, как говорится, вернется какая-то активность. Нет, ну, как говорится, детские голоса уже здесь, наверное, не защебечут. Там здесь жить никто не будет. А вот, ну, не знаю. То есть нам надо как-то научиться жить совместно с этим монастырем. Потому что сейчас получается, что мы живем, город и монастырь живут как-то каждый сам по себе. Немножечко. Вот они даже огородились. Большой вклад в изучение монастырской истории внесли краеведы исторического объединения «Саровская пустынь». Двигало этими людьми желание узнать как можно больше о родном городе. Перестройка и эпоха гласности была отличной почвой для плодотворной работы. Недостаток профессионализма с лихвой компенсировала неуемная энергия участников объединения. Ими двигало желание приоткрыть завесу тайны над городом, который слишком долго находился под грифом «Секретно». И ставили они перед собой задачи весьма амбициозные. И пусть тогда они казались совершенно невыполнимыми, сегодня некоторые из них притворились в жизнь. Я помню, что один пришел, один из нас, когда первый раз появился, тогда только формировался наш коллектив, он пришел и заявил, моя цель – это восстановить Саровский монастырь. Вокруг все замолчали и подумали, да, ну, как бы, ладно, он говорит, оставайся, работай. Но мысль эта казалась тогда совершенно фантастической. Ну вот, прошло каких-то там три десятка лет, и оказалось, что вот все таки получилось. На исторической карте Сарова совершили уже немало открытий. Некоторые из них опровергали привычные теории. К примеру, легенду о Сараклаче. Но карта эта далеко не изучена. На ней еще карпеть и карпеть ни одному поколению саровчан. Ведь кто знает, верны ли наши догадки о том, что происходило здесь раньше. Быть может, главные открытия Саровской истории еще не совершены. Архив монастыря, он насчитывает там несколько тысяч единиц хранения. А единиц хранения – это может быть один документ, а может быть подшитые там сотни документов. Ну, я из них там, наверное, сотой доли не читал. Я имею в виду не только себя, а и вот моих коллег, которые тоже этим занимаются. Ну, какое-то у нас уже впечатление есть, какая-то картина сложилась. Ну, давайте вот, кто вы, молодые, продолжайте. Мы что-то сделали, но мы все не можем узнать. Это невозможно. Наверняка есть какие-то сведения о Саровском монастыре в каких-то других архивах, в других музеях, где-то это можно найти. Может быть, что-то мы, вот из того, что я вам рассказываю, может быть, все это вообще неправильно, на самом деле было все по-другому. Ну, вот, процесс познания, он бесконечен. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!